Новости нашего города на телеканале Котлас 24 в студии Мария Захарова. Здравствуйте! И сегодня у нас специальный выпуск, в котором лишь одна тема – теракт в Крокус-Сити-Холле. В эти дни наша страна переживает жуткую трагедию. Пожалуй, нет ни одного человека, которого не потрясли бы события 22 марта. По последним данным, теракт в Крокус-Сити-Холле унес жизни почти 140 человек. Еще более 150 человек сейчас в больницах. После теракта все регионы увеличивают меры антитеррористической безопасности. В Котласе правоохранители тоже работают в усиленном режиме. В Котласе, как и во всей стране, были отменены все массовые спортивные и культурные мероприятия. А сегодня усилены меры безопасности и в учреждениях социальной сферы. В Гамме отменены все занятия. В детских садах открыты только центральные входы. Торговые центры и горбольница патрулирует полиция. Школы сейчас на каникулах, но в 17-й и 2-й школе, и ЦДО работают площадки для детей. И эти учреждения находятся под особым контролем правоохранителей. Мир скорбит. И в память о погибших в теракте в Крокус-Сити-Холле люди несут цветы к мемориалам. Однако в Котласе многие жаловались, что такого места организовано не было. По информации, полученной в городской администрации, коллективного возложения цветов в Котласе не объявляли, потому что в стране были введены ограничительные меры по проведению массовых мероприятий. Но возложить цветы у людей была и есть возможность. Сделать это можно у вечного огня в парке. И судя по свежим цветам и табличкам со скорбной датой, некоторые горожане уже приходили сюда, чтобы почтить память людей, погибших в теракте. Мои коллеги, директор телекомпании Светлана Свинобой и дизайнер Ксения Головатенко о теракте узнали, находясь в Нижнем Новгороде. Вместе с нижегородцами в памяти погибших котлашанки возложили цветы к мемориалу у подножия памятника Валерию Чкалову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Власти разных стран мира и простые граждане в эти дни выражают соболезнования близким погибших и пострадавших Крокус Сити Холи и решительно осуждают кровавый теракт, происходивший на глазах всего человечества. Соболезнуют и котлашане. От себя лично и от членов общественного совета, а также от всех неравнодушных граждан города выражаю искреннее соболезнование родным и близким всех, кто погиб в результате террористического акта в Крокус Сити Московской области. Желаю скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал во время этого террористического акта. И надеюсь, что никто не избежит возмездия. Поэтому я надеюсь, что каждый неравнодушный гражданин нашего города, как и вся страна, присоединится к акции «Журавли», которая является акцией памяти всем погибшим, всем пострадавшим во время этих террористических, любых террористических актов. 22 марта страшная трагедия пришла во многие семьи наших сограждан. Безумные преступники расстреляли беззащитных людей в концертном зале Крокус Сити. И ответ будет более суровым. Все преступники будут наказаны, и сегодня мы знаем, что они уже задержаны. Я призываю наших земляков, котлашан, быть бдительными в отношении различных возможных провокаций. Мы должны сплотиться, быть бдительными и едиными в борьбе против общего врага. Я выражаю сочувствие, соболезнование семьям погибших. Выражаю благодарность бойцам, которые защитили своей жизнью, закрыли своих родных и близких. Выражаю благодарность медикам, врачам, которые борются круглые сутки за жизнь раненых наших соотечественников. Мы все потрясены теми событиями, которые произошли в пятницу в Кокус Сити Холл. То, что это сотворили нелюди, это ничего не сказать. Оправдания данному зверству нет. Мы от всей души, от всего сердца выражаем самые искренние слова соболезнования родственникам погибшим. Мы желаем скорейшего выздоровления тем людям, кто пострадал в этой страшной трагедии. Мы находимся все с вами, мы рядом с вами и готовы помочь всем, чем только сможем. Далее мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Бомбер врывается в весну! Сезонная распродажа зимней техники и инструмента. Скидки до 30%. Успей воспользоваться скидками до 31 марта. Бомбер. Котлас. Гагарина 45. Коряж. Макирова 1. Инструмания.ру Период акций с 18 по 31 марта. Количество товаров ограничено. Впервые в Котласе выставка животных, удивительные дикобразы, обезьяны, павлины, еноты, рептилии и многие другие. С 23 марта по 15 апреля на втором этаже торгового дома «Витязь». Впервые в Котласе симфоническое рок-шоу «Битва. Эпох. Лучшая из отечественной и мировой рок-музыки». В исполнении премьер-оркестра и солистов музыкальных театров Санкт-Петербурга. Дворец культуры. 5 апреля, 19.00. Билеты в кассе ДК и онлайн. Встречайте новую весеннюю коллекцию. Выгода при покупке до 30% на весь ассортимент. Более 1000 моделей курток, эко-дубленок, пальто, шуб, буховиков, обуви из натуральной кожи и аксессуаров. Ждем вас по адресу Котлас, Кузнецова, 8, Торговый центр «Адмирал», 2 этаж. Торяжма, Торговый центр «Виконда», проспект Ленина, 17, 2 этаж. Здоровье на пятерку. Весь марс. Специальные цены в аптеках, фармация. Большая распродажа белорусской обуви по цене всего от 1900 рублей. Я хоть старенькая, но мне хочется одеть красивую обувь. Объем, все и размер. Она удивительно практичная. С 1 по 6 апреля. Котлас. Улица Мелентьева, 18. Дом культуры. С 9 до 18. Котлашанин Михаил Палкин стал очевидцем трагедии в Крокус-Сити-Холле. Сейчас Михаил в Архангельске. Но сегодня мы по видеосвязи записали его рассказ о страшных событиях, которые довелось пережить в том числе и его семье. Михаил, здравствуйте. Михаил, расскажите, пожалуйста, как развивались события в пятницу 22-го числа? Вы приехали на концерт. Я читала, что вы задержались. И вот это наверняка вас, может быть, как-то спасло от более серьезных последствий. Как все было? Ну, у нас там произошла череда накладок временных. Ну, основная, конечно, это я из гостиницы выходил часы и браслет забыл. За ними пока возвращался, минут пять потерял. Пять-семь. А потом тут на метро добирались. У нас мама недавно операцию перенесла. Зато добирались не на такси, а на метро с пересадкой. Ну, и, соответственно, там то завернули не туда на переходе через метро, то на поезд немножечко опоздали. Там две минуты, тут две минуты, в общем-то, задержались. Не знаю, минут на десять. Итого, наверное, куда-то сможет быть. И кофе еще решили тут взять, я думаю, время есть, пока там без пяти-восемь было. Вот. И уже без пяти, там, без четырех-восемь выбегает уже из сити-холла именно. Мы не дошли буквально метров сто пятьдесят, наверное. Были уже в коридорах, уже в третьем секторе крокуса, в котором находится, как раз-таки, сити-холл. Вот. По указателю к сити-холлу повернули, пошли, вот, чуть-чуть не дошли. Вот. Выбегает толпа людей, там, от мала до велика. Вот. Кричат, машут руками, мы не понимаем. Там, ну, там, народу много было, многие туда шли на концерт тоже. Вот. Никто не понимает, что происходит. Там, мы спрашиваем, что происходит, они говорят, что стреляют, бегите отсюда. Вот. Мы, недолго думая, приняли решение, ну, что, присоединиться к вот этой эвакуации. Ага. Ага. Потому что, там, что-то проверять или, там, не доверять, смысла-то большого не было. Потому что, навряд ли, это какая-то штука или паута. Вы были уже в каком-то коридоре, да? Или как это все? Где? Это переходы, то есть со станции метро Микинина, там переход довольно-таки долгий, он примерно, ну, по расстоянию под километр, если не побольше. Вот. Мы практически весь его преодолели, уже были в третьем павильоне, и, соответственно, там не дошли, я по карте посмотрел расположение по планам. То есть, уже прям, прям рядом, прям, недалеко от билетных контролеров. Вот. Не знаю, там, слышали, не слышали мы выстрелы, потому что здесь вентиляционный шум, люди кричат, как бы, ну, приходилось прислушиваться, потому что ближние выстрелы бы выстрелы услышали, но близко ничего не было. То есть, там, понимание, это, видите, полная неопределенность, там, кто захватывает, что захватывает, насколько много их, вообще никто ничего не знал, просто действовали. А много людей жалко по этому переходу, много людей? Там сотни, сотни, буквально сотни, то есть это коридор, прям, не просто коридорчик, это коридор широченный, метров 10 в ширину, вот, перехода метров 8 в ширину. И вот он полностью весь, представляете, заполнен людьми, которые быстрым шагом или, там, бегом убегают в сторону метро. Почему-то все побежали в сторону метро, но я посчитал это небезопасным, потому что я помню события, там, многолетней давности, когда и в метро тоже, там, ситуации были, да, террористические. Поэтому посчитал, что нужно искать выход на улицу, ну, и, как бы, вот, на улицу мы нашли эвакуационную дверь, выход в город. Там коридор без окон был, вот, а тут как раз-таки мы вышли, и там галерея такая остекленная. Вот, я смотрю, там, это внутренний двор, ну, на открытую местность выходит, и, соответственно, туда вышли, там еще возможность, как бы, маневра была, и, там, если мало ли, какие-то, опять же, да, вот, такие вот факторы. Можно было где укрыться, там, всякие разные морские контейнеры, мусорные контейнеры стояли, много всяких разных, в общем-то, потенциальных мест укрытия. В общем-то, туда мы и вышли. А вы сказали, мама Лена перенесла операцию, это ваша жена? Вы были с детьми, жены? Ваша жена. Да, у меня две дочки, старшие 15, младшие 9 лет, вот, и с Уполга, вот, мы вчетвером еще в феврале запланировали эту поездку, купили билеты. Вы именно ездили на этот концерт или просто хотели в Москву? Да, ну, основная цель была именно, вот, поехать на концерт, то есть у нас это было, как бы, мероприятие, вокруг которого мы, собственно говоря, построили весь свой план. Так совпало, что с каникулами совпало в школе, вот, и без отрыва, в общем-то, от учебного процесса, чтобы дети посмотрели в сознательном возрасте в Москву, то есть, чтобы пройтись там по Красной площади, посмотреть большие какие-то там развлекательные, может, биг-центры, посетили, хоккей тоже сходили, выставку «Россия» в обязательном порядке, конечно, сходили, посмотрели. Ну, ладно, как бы... То есть, пока вы бежали по коридору, с вами бежали там, наверное, сотни, да, вот эти людей, бок о бок, получается? Да, да, да. Вы были в этой толпе, насколько это было страшно, как сильно вы испугались, дети? Ну, дети особо, как бы, не понимали, что происходит, я был сконцентрирован, они были сконцентрированы на мне, то есть, чтобы меня не потерять из виду, я вел за руку младшую, вот, старшие шли с мамой в двух-трех шагах, мы не теряли друг друга из виду, мы прижались к краю, вдоль стены выбирались, потому что вдоль стены поменьше скорость этого всего потока, а по середине там люди, которые, собственно говоря, по-быстрому бежали, уже сгонцентрировались. Ну вот, ну и с нами вместе, соответственно, вышло еще там человек, наверное, 10, может, 15, на улицу тоже, ну, как бы, не хотели идти в метро, вот, и хотели именно выбраться на улицу, на, в общем-то, в безопасную, как нам тогда казалось, и правильно казалось, пространство. Ну, наверное, вы еще больше испугались, когда увидели сводки новостей вообще, и что произошло, насколько масштабная жуткая трагедия, и что вы могли бы оказаться... Вот, да, то есть потом я до 6 утра не спал, смотрел, вот, новости у меня были включен, канал «Россия-24», мы добрались до дома в 22.30 примерно, до гостиницы. Как бы, поначалу-то ведь, понимаете, то есть у нас было состояние полной неопределенности, полного непонимания, что происходит. Потому что мы не видим угрозу действительную, то есть мы не видим автоматы, мы не слышим эти выстрелы, мы не понимаем, сколько там этих захватчиков, мы не понимаем, куда они двигаются, мы не понимаем, откуда они действуют, ну, то есть это с одной точки, может быть, с нескольких, то есть понимания-то нет. И поэтому, как бы, это сейчас просто там рассуждать, есть там комментарии в интернете, что это все, там, у вас миновало, так миновало-то, вопросов в этом нету. Тут вопрос только в том, что мы действовали в состоянии полной неопределенности. Мы не знали, что впереди, понимаете, мы не знали, что сзади, мы не знали, что на улице, мы не знали, что на дороге, по которой мы эвакуировались потом, мы не знали, что происходит. Мы боялись и шугались каждой машины, которая проезжала, то есть это темная проселочная дорога, нечищенная от снега, там лужи, там грязь, там любая проезжающая машина могла нести в себе опасность. То есть мы каждый раз, когда какие-то фары видели, это, ну, кромешная темнота, и вот эти вот фары светят, понимаете, и вот не знаешь, а что там, а кто там. Насколько сильно дети ваши испугались, может быть, до сих пор какое-то шоковое состояние? Нет, дети сейчас все, в принципе, мы все отошли, вот, они поначалу-то не понимали, что происходит. Когда вот мы уже на улицу вышли, это где-то в 20 часов, там, 3-5 минут примерно. Когда уже не думали, что нужно вот идти, когда на открытую местность вышли, то тем более подошли к полицейским, вот, там двое было. Они тут, пока я разговаривал с полицейским, они что-то тут стояли, думали, младшая, потом уже смотрю, вся заревела, пришлось ее успокаивать. Я говорю, а что ревешь, она говорит, я представила, ну, а если они сейчас тут выбегут с автоматами, я говорю, ну, если, говорю, выбегут, я говорю, это младшая дочка, да, 9-летняя. Я говорю, буду вас прятать вон туда, вот, и, соответственно, говорю, побежим, я вам скажу все, что делаю. Вот, тут успокоил ее, обнял, старшая тоже, потом смотрю, глаза на мокром месте, то есть они начали представлять, ну, это девочки, они впечатлительные, они начали представлять, что было бы если. Вот, я в это время искал, там, смотрел, открыл карту, посмотреть местность, то есть, чтобы сориентироваться, в какую сторону идти, куда ведет вот эта дорога, как бы, ну, и, соответственно, уже дальше вырвались в жилые кварталы, оттуда на такси добирались до гостиницы. А люди, с которыми вы бежали, они что говорили? Вот, говорили, там, стреляют, что, плакали, кричали? Кто-то прямо видел, то есть, около них кого-то убили, то есть, там реальные очевидцы. Кто-то говорил, что они это со второго этажа наблюдали и оттуда рванули. Кто-то говорил, что потом на улице мы парня встретили, что он стоял около входа парадного, через который зашли террористы, в общем-то, и один из них его даже толкнул. В живот. Вот, то есть, они зашли очень организованно, и парню, говорит, повезло, у него у кого-то лица просвистела пуля, его обошло пороховыми газами. Буквально, говорит, второй раз родился, и перед ним, там, в трех-пяти метрах упали трое, то есть, троих, они убили сразу на входе на парад. А вы чувствуете, вы, может быть, тоже в рубашке родились? Такое стечение мелких обстоятельств не привело к тому, что вы бы оказались в центре, в эпицентре вот этих всех событий? Ну, естественно, такое чувство есть, что, наверное, не все тут дела еще доделаны, для чего-то я тут сможет, вот, семья моя для чего-то здесь нужна. Но, знаете, злоупотреблять этим не буду, высоко сказать, не хочу. Не произошло, и слава богу, то есть, я не могу это как-то вот комментировать. Так должно было случиться. А какая-то, может, переоценка ценностей произошла, нет? Извлечен опыт, что, ну, когда готовишься к мероприятиям, нужно все-таки, ну, знать локацию, потому что, когда вот мы эвакуировались, там, были люди, которые убегали, и они не понимали, что они бегут туда же, ну, к эпицентру событий. То есть, мы на дороге людей встречали, их разворачивал я. Я говорю, ребят, вы бежите, ну, вот, туда, где все происходит. Михаил, я благодарю вас за то, что вы согласились дать нам это интервью. Берегите себя, своих детей, свою жену. Сил вам, здоровья. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ На сегодня это вся информация. Новости нашего города смотрите на сайте kotlas24.ru и в одноименной группе ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Автомобилю нужны запчасти? Сеть магазинов «Авторитет». Это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Великий Устюг. Виноградова 44. Котлас. Маяковского 47. Во вторник 26 марта в Котласе будет значительная облачность. Возможен туман. Температура воздуха в дневные часы плюс 4 градуса. Ночью до минус 1. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Атмосферное давление ниже нормы.